В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В преддверии дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в Бидновском троллейбусном парке прошло торжественное мероприятие. Я считаю, что сработали за 9 месяцев мы достойно, выполнили все плановые показатели. В сквере юность открыли вторую часть выставки в деревне и села Бидновского края. Мы все интересуемся стариной, очень интересно, что здесь раньше было. Новая экспозиция, посвященная 225-летнему юбилею Александра Сергеевича Пушкина, открылась в музее-заповеднике в городе Ленинске. В Пушкинский, Онегинский рецепт сегодняшнему жителю города приехать в горки на выходные. В Видновском троллейбусном парке прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. В честь праздника более 20 сотрудников предприятия были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Троллейбус не просто один из любимых видов общественного транспорта видновчан, но еще один из самых востребованных. По городу курсируют 17 машин, которые переводят более 6 тысяч пассажиров ежедневно. Хочу поблагодарить всех вас за многолетнюю, ежедневную, сложную, напряженную работу. Коллектив Видновского троллейбусного парка на деле доказал, что способен решать самые сложные, нестандартные задачи. Желаю им, естественно, процветания, всем здоровья, счастья, успехов, терпения в нашем нелегком сегодняшнем дне. И благодарю их за их такую хорошую работу. Жители очень довольны. Это самый любимый транспорт нашего округа. Видновский троллейбусный парк – ключевое и значимое предприятие округа. Это подтверждают ежегодные высокие производственные показатели. Я считаю, что сработали за 9 месяцев мы достойно. Выполнили все плановые показатели, все намеченные результаты были выполнены. Мы финансово стабильны, имеем финансовую подушку на случай каких-то кризисных ситуаций. В коллективе Видновского троллейбусного парка трудится 115 человек. Помимо водителей здесь работают технические и административные сотрудники. Транспортная отрасль – это не только водители, но и все служащие, ИТР, начинается ИТР. Потому что все зависит от того, как будут готовы все документы, и все обслуживание. И тогда водитель может спокойно выйти на линию и перевозить пассажиров. Более 20 сотрудников троллейбусного парка в честь Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта получили грамоты и благодатственные письма. Среди награжденных – контролер Ольга Маркина. Помочь, если что-то водителю, ну если вдруг. Ну и вообще посмотреть за чистотой троллейбусов. Мы тоже смотрим, чтобы на мойку зайти, посмотреть, чтобы троллейбус выходил на линию всегда чистый. Многие работники трудятся с основания предприятия, и со временем это место стало их вторым домом. Главный механик Владимир Кибец даже участвовал в строительстве парка. Когда живешь в одном месте и работаешь в одном месте, то, наверное, это удобно и хорошо. Почему? Потому что многие люди тратят время на дорогу, обратно. Тут, живешь тут, пришел на работу, как второй дом. Стоит отметить, что в дружном коллективе организации работают творческие люди. Начальник административно-хозяйственного отдела Татьяна Скоринина поет в хоре «Россияночка». Для своих коллег она подготовила несколько музыкальных выступлений. Все праздничные мероприятия проходят с нашим хором, мы прекрасно это все знают. И здесь просто ребята уже привыкли, что я как-то их тут поддерживаю. Поэтому я здесь сегодня. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в продолжении темы. Накануне праздника наша съемочная группа встретилась с семьей водителей троллейбусов Сергеем и Ольгой Дзюбой, которые на своем примере доказывают, одна профессия на двоих только сближает супругов. Ольга Дзюба выросла в семье водителя троллейбуса. Признается, что о другой профессии даже не задумывалась. Маленький, когда мы были с братишкой, он всегда из садика нас заберет, посадит нас на переднее сидение, мы с ним катаемся. Ну и, конечно, нарушал правила дорожного движения, давал немножко руками пошалить, крутили, вертели. Нравилось. И своего будущего мужа Ольга тоже встретила в троллейбусном парке. Познакомились во время рабочего процесса. Сергей помог устранить неполадки в машине. Вылетели штанги, слетел у меня башмак, будем так говорить, головку только приемника. Ну это, опять же, тоже не женская работа. Но он подошел, помог, закрепил, подкрутил. И на следующий день здравствуй, на следующий день, через день, цветочек, конфетку, шоколадку. И вот уже 24 года они вместе. За это время супруги сменили несколько городов и мест работы. Из родной Уфы сначала переехали в Санкт-Петербург, потом в Москву. Но в итоге отдали предпочтение уютному городу Видное, в котором купили квартиру и стали водителями местного общественного транспорта. Город видный, очень хороший городок. Он спокойный, тихий, маленький такой, как сказать. Ну, не как вот мегаполис, там все какие-то, ну, чужие. А здесь, можно сказать, даже вот едет другая машина, например, она тебя может пропустить, ну, не будет. А там тебя никогда никто не пропустит. А здесь, ну, добрые люди, хорошие. Супруги признаются, что работа на одном предприятии их только объединяет. Сергей всегда помогал Ольге и в воспитании детей, и в домашних делах. Ведь он, как никто другой, понимает трудности их общей профессии. Конечно, это не женская работа, мужская. Дома меньше времени уделяется детям, уделяется меньше времени домашним делам. В Витновском троллейбусном парке семья Дзюба – не единственная супружеская пара, работающая вместе. Наш коллектив вообще очень маленький, очень семейный. У нас достаточно семейных пар, и не обязательно только водителей троллейбусов. Мы приветствуем, когда в коллективе работают семейные пары. Во-первых, люди близки, поинтересны друг к другу. Во-вторых, мы уже знаем, что они дышат в одном направлении, они благополучные, мы заботимся о них. Ольга и Сергей опровергают стереотип, что, занимаясь одним делом, супруги устают друг от друга. Да и рабочие графики их устроены так, что свободное время они проводят вместе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В субботу, 28 октября, во Дворце спорта «Видное» состоится второй ежегодный фестиваль здоровья «Здоровый взгляд на жизнь». Мероприятие организовано администрацией Ленинского городского округа и торгово-промышленной палатой муниципалитета. На одной площадке соберутся представители государственных и коммерческих медицинских организаций. Гости смогут пройти диспансеризацию, вакцинироваться, получить консультацию узких специалистов. Начало мероприятия в 11.00. Историко-культурный отдел Дворца культуры и группа в соцсетях «Город. Видное» о фотографиях наших жителей подготовили вторую часть фотовыставки, которая посвящена деревням и селам Ленинского городского округа. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Для того, чтобы прикоснуться к истории Ленинского округа, достаточно посмотреть на старые фотографии. В сквере «Юность» открыли вторую часть выставки деревни и села Видновского края. Горожане могут увидеть, как выглядел округ много лет назад. Снимки собирали долгое время. Некоторые передали местные жители, а другие взяты из архивов. Мне очень понравилась эта выставка. И очень радостно, что есть такая возможность увидеть в городе, просто гуляя, увидеть такую выставку. Тем более сейчас всем интересно, мы все интересуемся стариной. Очень интересно, что здесь раньше было. На снимках запечатлены гуляния молоковской молодежи прошлого столетия. Также на фотографии их можно рассмотреть колхозниц из деревни Дедылдина. Или увидеть, как в 1967 году проходило открытие памятника павшим землякам в деревне Спасское. Деревни и сел – это уходящая натура. И нам бы очень хотелось, чтобы это все сохранилось, и люди видели эти замечательные места, и этих людей, которые жили и работали здесь. Владимир Меньшов почти 40 лет был руководителем Видновской дирекции киносети. В это время наш телеканал уделял большое внимание истории Видновского края. Сейчас Владимир Степанович работает в историко-культурном центре и участвует в создании выставки. Кроме того, он и сам делает красивые фотографии. С 2016 года готовим здесь выставки в этом сквере. Пользуемся фотографиями те, которые находятся в архиве историко-культурного центра, и те фотографии, которые я фотографирую работой на своем рабочем месте. В данном случае на этой выставке использована одна моя фотография – вот этот Моловский храм, который мы готовили к празднику, который проводили в Молоку. Ей этой фотографии на лет 5-6. Планируется, что выставка «Деревни и села» в сквере «Юность» будет регулярно обновляться и пополняться новыми историческими кадрами. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В музее-заповеднике Горки-Ленинске открылась новая экспозиция, посвященная 225-летнему юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Она посвящена одному из самых известных произведений поэта. Максим Козлов побывал на выставке одним из первых. Коллектив музея-заповедника Горки-Ленинске всегда готов смело экспериментировать и вступать в коллаборации с другими творческими учреждениями. Вот и сейчас в здании Научно-культурного центра музея имени Ленина открылась выставка, организованная совместно с Всероссийским музеем Пушкина. Она посвящена роману Евгении Онегин. Здесь две стороны одной медали. Прекрасное пушкинское слово предлагает представить себе те образы, которые были перед Александром Сергеевичем. А вот образы вызывают непреодолимое желание взять с полки пушкинский томик и читать знаменитые строки. На выставке посетители могут познакомиться с книжными иллюстрациями и эскизами к театральным постановкам. Многие из них стали признанной классикой. По замыслу авторов эта выставка, в числе прочего, предложение немного ощутить чувства персонажей произведения. Картины, которые связаны с прогулками по Петербургу, в данном случае, здесь природа, которая столь напоминает природу наших горок. Пушкинский, Онегинский рецепт сегодняшнему жителю города приехать в горки на выходные. И эта выставка достойна того, чтобы ее пройти, а вернувшись домой, взять с полки томик Пушкина и обратиться к его великому пушкинскому сроку. Экспонаты представлены таким образом, что зрители вновь смогут вспомнить основные сюжетные линии произведения, посетить театр, пройтись по улицам Петербурга, ощутить эмоции Татьяны Лариной, пишущей знаменитое письмо, стать свидетелями дуэли Онегина и Ленского. Выставка приурочена к 225-летнему юбилею поэта. Но в этом году есть еще одна круглая дата. Пушкин начал работу над первой главой Евгения Онегина в 1823 году и закончил в 1831. Таким образом, сегодня у нас сейчас еще и 200-летие начала работы над Евгением Онегином. На экспозиции представлено более 40 экспонатов для посетителей музея-заповедника Горки-Ленинский, и вход свободный. Выставка будет работать до 12 ноября. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Голосование по строительству тротуаров вдоль региональных дорог Подмосковья продлится до 31 октября. По итогам опроса, объекты, получившие наибольшую поддержку от жителей области, будут включены в программу на 2024 год. Для участия в голосовании необходимо зайти на сайт опроса, найти свой муниципалитет на интерактивной карте, выбрать участок и нажать кнопку «Проголосовать». Обязательное условие – регистрация на госуслугах. Часть тротуаров дорожники оборудуют пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой для комфорта маломобильных граждан. В рубрике «Афиши выходного дня» мы расскажем вам о том, как можно провести предстоящую субботу и воскресенье. В субботу, 28 октября, в 12.00, историко-культурный центр представляет литературно-музыкальную композицию «Правды искать». Прозвучат стихи и музыка Сергея Рахманинова в исполнении Натальи Терехиной. Также в субботу во Дворце культуры «Видное» пройдет концерт творческого объединения «Тарантас». Начало мероприятия в 17.00, вход платный от 250 до 500 рублей. В воскресенье 29 октября в Доме культуры «Буревестник» села Молоково состоится музыкальная экскурсия по родным местам. Концертная программа с рассказчиком и классическим камерным квартетом. Начало в 12.00. В 16.00 воскресенье во Дворце культуры «Видное» вас ждут на концерт памяти Муслима Магомаева. Песня знаменитого баритона в исполнении Вячеслава Ольховского. Внимание, вход платный от 250 до 500 рублей. А в Доме культуры «Буревестник» в воскресенье музыкальный комедийный спектакль для всей семьи «Врун» и «Стридевятого царства». Вход по билетам начало в 17.00. Хороших и приятных вам выходных! И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова